Модернизировать сферы промышленности и бизнеса, разнообразить виды продукции и услуг отрасли, создавать производства, выпускающие готовую продукцию глубокой переработки. Такую задачу поставил глава государства во время визита в Мангистаускую область. До 2026 года запланирована реализация 29 проектов на сумму более 1 триллиона тенге, что позволит создать более 3000 постоянных рабочих мест. На сегодняшний день 140 тысяч человек заняты. По мнению президента, дополнительный импульс развития МСБ в области может придать более активное использование инструмента Минкаскерман. Поручаю правительству Акимату обеспечить своевременное завершение всех запланированных проектов. Большой потенциал у области имеется в сфере развития предпринимательства. За последние годы доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте достигла 32%. Радует, что растет количество предпринимателей в обрабатывающем секторе, туризме, торговле, а также в образовании и медицине. Считаю это свидетельством того, что экономика регионов стала на путь диверсификации. Отдельно президент остановился на проблеме качества дорог, образования. Напомнил о прошлогодней ситуации засухой в регионе, а также поднял вопросы экологии и браконьерства. Президент Касымжу Мартукаев высказался о серьезных экологических проблемах, сохранении экологического равновесия и биоразнообразия – одна из актуальных тем. Так, по поручению президента в Мангистау откроется Институт по изучению Каспийского моря. Эти вопросы под бдительным контролем главы государства. «Сегодня всё чаще фиксируются случаи массовой гибели тюленей и рыб. К подобным явлениям приводит деятельность человека и изменение экологических условий. Тюлени занесены в Красную книгу Казахстана. Проблема сохранения и восстановления численности этого вида находится на моем личном контроле. Надо заниматься изучением причин сокращения численности тюленей. В этом важном вопросе нужен комплексный научный подход. Ранее было запланировано создание государственных природных резерватов Мангистауской области для сохранения популяции Каспийского тюленя. Министерству экологии нужно ускорить данную работу и принять все необходимые решения». Далее глава государства остановился на вопросах модернизации системы водоснабжения и инженерной инфраструктуры области. Он сообщил, что поставлена задача в течение пяти лет обеспечить все города и села региона чистой питьевой водой. 12 сел до конца года будут обеспечены централизованным водоснабжением. На сегодняшний день дефицит воды наиболее остро ощущается в населенных пунктах Мунайлинского района и в селе Каракянского района. С учетом ежегодного роста численности населения и развития туристического кластера на берегу Каспийского моря возникла необходимость увеличения производительности завода Каспий до 40 тысяч кубометров воды. Президент ознакомился с работой опреснительного завода. «Это крайне важный и нужный проект. Сегодня на встрече с общественностью я обозначил ряд конкретных вопросов. Подобные проекты должны работать. Такие страны, как Израиль, Саудовская Аравия, Сингапур, тоже испытывают нехватку чистой питьевой воды. Поэтому и нам следует внедрять новые технологии. Правительству дано соответствующее поручение. Серьезную озабоченность вызывает снижение уровня воды в Каспии. Нам нужно внимательно подойти к этой проблеме». В регионе наблюдается высокий дефицит мест в детских садах. Около 10 тысяч детей стоят в очереди. Аналогичная ситуация со школами. 13 тысяч ученических мест не хватает. Как считает президент, для строительства детских садов необходимо использовать возможности государственно-частного партнерства. Он также сообщил, что в Магистауской области в ближайшие три года в рамках национального проекта «Комфортная школа» будет построена 21 школа. Глава государства обратил внимание на то, что этого недостаточно и призвал шире использовать возможности бизнеса в этой работе. Президент Тукаев выступил перед общественностью Магистауской области, где затронул тему безопасности труда. Он высказался о частых авариях на Арселор Миттл Темиртау. В истории нашей страны случались более 10 аварий на казахстанских шахтах. И самой распространенной их причиной стал выброс метана. За годы независимости на шахтах произошло 12 трагедий. Погибли 160 человек. Семьям погибших выплачивали компенсации. Пару раз даже объявляли национальный траур. К большому сожалению, аварии на предприятии Арселор Миттл Темиртау приобрели частый, можно сказать, системный характер. Это уже вторая трагедия с летальным исходом в текущем году. С 2006 года на металлургическом комбинате произошло более 20 аварий, которые унесли жизни свыше 100 наших граждан. Тукаев сообщил, что несмотря на неоднократные предупреждения госорганов, ситуация не становится лучше. Как говорят сами шахтеры, иностранный инвестор Лакшми Метал приобрел комбинат практически из-за бесценок. Сейчас горняки выходят на пенсию, как все, в 63 года. Но до этого возраста большинство подземщиков попросту не доживает. Счет погибших идет на сотни. Ежегодно эти списки пополняются. Тысячу человек остались калеками, инвалидами. В этой связи придется принять безотлагательные жесткие меры, о чем я предупреждал в недавнем выступлении в Караганде. Нужно провести комплексную проверку предприятия, в том числе на соответствие требованиям безопасности труда и всем экологическим нормам. Важно определить, достаточно ли инвестиций собственника в поддержание технического состояния комбината и его модернизацию. Возможно, к этой работе следует привлечь международную компанию, которая даст объективную оценку положения дел на заводе. Напомним, в четверг в городе Шахтинск в Карагандецкой области на шахте, принадлежащей АО «Арселор Миттал Темртау», произошел внезапный выброс газа. Погибли пятеро шахтеров. Минэкология провела проверку в компании, после которых предприятию может грызить штраф в несколько миллиардов тенге. Но, как говорят сами шахтеры, правила устанавливает иностранный менеджмент. И аварии не прекратятся, пока Миттал не получит ультиматум от казахстанских властей. Либо уходи, либо исправляй ситуацию. Казахстан и Европейский союз заключили меморандум о взаимопонимании о партнерстве в области устойчивого сырья, батареи и цепочек создания стоимости зеленого водорода. Документ подписали наш премьер-министр и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммита мировых лидеров глобальной конференции по изменению климата в Египте. В своем выступлении премьер Смаилов отметил важность нового меморандума. «Казахстан обладает необходимыми факторами привлекательности для европейского бизнеса, среди которых диверсифицированные источники энергии, транзитно-транспортный потенциал и значительные природные ресурсы. Сегодня на полях саммита мы заключили важный документ в области цепочек создания стоимости сырья, батарей и зеленого водорода». Европейский Союз является наиболее крупным и значимым торговым партнером Казахстана, на долю которого приходится порядка 30% внешней торговли республики. Урсула фон дер Ляйен отметила при этом, что Евросоюз является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. А подписанный сегодня меморандум еще больше расширит эти отношения. «По сути, мы открываем новую главу в наших и без того глубоких отношениях. Европейский Союз и Казахстан на протяжении многих лет развивали прочные экономические связи. Вместе мы будем работать над укреплением интеграции наших стратегических производственных цепочек. Это касается добычи редкоземельных элементов, производства аккумуляторов и зеленого водорода». О том, что Казахстан готов стать региональным центром развития возобновляемых источников энергии, Алихан Смаилов заявил на саммите мировых лидеров на конференции в Египте. Тут главы государства и правительства выступают с национальными обращениями, в которых представляют свое видение по наиболее актуальным проблемам изменения климата. По словам нашего премьера, сегодня в Казахстане доля зеленой энергии в общей выработке составляет 3%. При этом планируется нарастить производство до 15% на 7 дополнительных гигаватт к 2030 году. Выбросы углерода в этом году также планируется снизить минимум на 15%. «Мы прилагаем значительные усилия в рамках нового экологического кодекса и реализуем амбициозную задачу по посадке 2 миллиардов деревьев до 2025 года», – сказал Смаилов. «Наша страна поставила перед собой амбициозную цель – достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В рамках этого мы планируем до конца года принять стратегию низкоуглеродного развития. Это станет историческим моментом. Впервые страна в Центральной Азии принимает такой амбициозный документ». При этом правительство принимает меры по стимулированию зеленых инвестиций и готова предложить Международный финансовый центр «Астана» в качестве уникального регионального инвестцентра зеленых финансов. Более 22 тысяч жителей города Ридера остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ. В настоящее время ведутся работы по замене и пусконаладке двигателя. Работают 12 аварийных бригад. По данным Минэнерго, в рамках объявленного режима чрезвычайной ситуации местного масштаба организованы ремонтно-восстановительные работы с привлечением энергетиков региона. Проводится оперативное пополнение запасов мазута и дополнительно на ТЭЦ поставлено 120 тонн. Отгрузка топлива продолжается, а в Ридере с 7 по 11 ноября школа переходит на дистанционную форму обучения. Также в эти дни прекратят работать детские сады, и это не первый случай. 26 октября мы уже рассказывали о том, что ТЭЦ остановилась. Тогда, по словам Акима Восточной Казахстанской области, руководство ТЭЦ не проконтролировало качество мазута. И вот что говорил тогда Аким города. Для восстановления полностью всей отопительной системы, а также восстановления подачи горячего водоснабжения необходимо определенное время. Поэтому попрошу вас соблюдать спокойствие, сдержанность. В Актюбинской области на изъятые у коррупционеров деньги достроят школу в селе Кумжарган. Открыть ее планировали еще в начале 2019 года, чтобы решить проблему детей из 54 семей, которые учились в ветхом здании старой школы. Однако подрядная организация не выполнила свои обязательства, и ее признали недобросовестным поставщиком. На данный момент к объекту привлечен новый подрядчик, который получит для завершения работ 150 миллионов тенге. Эти средства изъяли по двум громким коррупционным преступлениям. Всего по итогам досудебных расследований в сентябре текущего года виновные должностные лица возместили причиненный ущерб в размере 200 миллионов тенге. С начала года зарегистрировано 101 уголовное дело, привлекается к уголовной ответственности 51 лицо. Сумма изъятых, сумма возмещенного в бюджетных денежных средств составляет 197 миллионов тенге. Наиболее часто распространенные преступления – это сфера земельных отношений, сфера государственных закупок, а также сфера дорожной полиции. В планах имеются у нас уголовные дела, по которым мы будем стараться обеспечить возмещение ущерба, по которому мы также будем исполнять поручения президента и деньги направить на строительство школы. При этом часть возмещенных денежных средств направят на обустройство одной из самых крупных в стране воркаут-площадок, которая появится в Актюбе. Это придаст импульс развитию детского массового спорта, добавили в антикоррупционном ведомстве. О завершении работ по ликвидации утечки загрязненной нефтью воды на месторождении в Актюбинской области сообщили в АОСИНФИСи Актюбе Мунайгаз. По словам специалистов, весь объём разлитой жидкости, состоящий на 98%, из пластовой воды собран с помощью спецтехники и выведен в цех подготовки. Наполним, инцидент произошёл на скважине номер 797 нефтяного месторождения Кинг-Як-Над-Солевой в Тимирском районе 29 октября. Причиной утечки стал разрыв по сварочному шву наземного оборудования. Данная скважина находится в периодическом добывающем фонде, а её продукция не содержит попутного газа. В целях недопущения загрязнения площадки вокруг скважины были проведены оперативные технологические работы по устранению причин утечки, для чего были привлечены услуги специализированной противофонтанной организации. Окружающей среде региона инцидент вреда не принёс, говорят специалисты. Каких-либо изменений в производственно-технологический цикл на промыслах АОСИНФИСи Актюбе Мунайгаз не вносилось. Данная скважная жидкость представляла собой подземную воду с небольшой плёнкой, с небольшой отторочкой нефти. Нашими специалистами в целях недопущения загрязнения при скважиной территории были проведены важные плановые мероприятия по ликвидации данной ситуации. В эту скважину был закачан необходимый тяжёлый буровой раствор, была смонтирована новая центрирующая головка, скважина была заглушена, то есть вода с некоторыми элементами плёнки нефти не имела газового фактора, она не газировала. Таким образом, компания не нанесла никакого ущерба ни воздушному бассейну, ни территории, ни рядом расположенным населённым пунктам. Количество жертв мошенников увеличивается с каждым днём. Несмотря на предупреждение правоохранителей, граждане продолжают попадаться на удочки злоумышленников. Так, жительница Уральска оформила заказ на покупку шести шин для грузовых авто на крупную сумму. Однако поставщик оказался аферистом. В областном департаменте полиции сообщили, что сотрудница одной из организаций города перевела деньги знакомому, который ранее работал на доставке запасных частей и обещал выполнить заказ за короткий срок. Получив денежные средства, мужчина перестал выходить на связь. Руководство компании обратилось с заявлением в полицию. Стражам порядка удалось найти злоумышленника. Мужчина признал вину, но деньги не вернул. Гражданин 1994 года рождения путем обмана завладел денежными средствами в размере 2 миллиона 792 тысячи тенге, принадлежащие гражданке 1989 года рождения. В настоящий момент он дал признательные показания. Похищено неизъято. По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В Уральске прошла торжественная церемония открытия обновленного супермаркета «Сетселфуд», расположенного в торгово-развлекательном комплексе «Сити-центр». Теперь пребывание в магазине стало еще комфортнее, а выбора больше. После расширения супермаркет преобразился, появилось множество новинок и интересных решений. К примеру, в наличии большой ассортимент товаров для дома. Главная идея расширения нашего супермаркета состоит в том, чтобы нашим посетителям было как можно комфортнее, как можно удобнее совершать покупки, все приобрести в одном месте. Это и продукты питания, свежие овощи, фрукты, мясные изделия. Также у нас отделы открылись, это текстиль, товары для дома, для кухни, для домохозяек, все, что нужно. Мы не останавливаемся на достигнутом. Мы хотим еще больше расширить ассортимент. В день открытия супермаркета «Сетселфуд» для посетителей и покупателей была приготовлена специальная программа с конкурсами, розыгрышами и приятными, а самое главное – полезными призами. «Я часто совершаю покупки в супермаркете «Сетселфуд». Сегодня принимал участие в розыгрышах и выиграл сертификат на 50 тысяч тенге. Я очень этому рад. Хочу сказать огромное спасибо организаторам конкурса». В супермаркете «Сетселфуд» вы найдете все, что вам нужно. Кроме этого, здесь вы сможете приобрести выпечку, салаты и блюда собственного производства, которые можно отведать на комфортабельном фудкорте. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова